Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я решила вам записать видео, пока мой ребенок спит. Я буду говорить не очень громко, чтобы он не проснулся, и посмотрим, сколько я успею вам рассказать. Сегодня я хотела вам рассказать вот такой темы. Я выбрала для вас тему сетевой маркетинг и развеять некоторые мифы по поводу сетевого маркетинга. Потому что очень многие люди немножко неправильно понимают эту систему, боятся ее, думают, что это какая-то кидаловая разводка или шнепаль-систем, пирамида. Но на самом деле это абсолютно не так. Возможно, раньше это было так, когда только эта система пришла. Особенно это касается России. Я думаю, что в Германии тоже были такие случаи, что поначалу эту систему использовали неправильно и использовали, так сказать, не совсем добросовестные люди. И поэтому у многих с тех пор сложилось плохое мнение о сетевом маркетинге. А сейчас, в нынешнее время, сетевой маркетинг уже можно не бояться. Уже очень многие фирмы идут по этому пути. А он, это практически то же самое, как продажи в оффлайн напрямую. Только разница в том, что сетевой маркетинг, продажи продуктов по сетевому маркетингу происходят не через магазины, не через оффлайн точки, а через партнеров компании. Через рекомендации продуктов. Но это абсолютно не означает, что мы вам какое-то фуфло предлагаем или какие-то дорогие товары или еще что-то. На своем опыте я могу вам сказать, что я уже очень много фирм знаю, кто распространяет продукты по этой модели сетевого маркетинга. И могу вас заверить, что очень многие продукты действительно очень хорошие, высокого качества. И самое главное, что такие продукты вы не найдете в магазинах, в оффлайн точке. Они не продаются. Можно сказать, что по сетевому маркетингу распространяются продукты эксклюзивные, которые вы можете купить только через партнеров компании. Это плюс. И на данный момент, в данное время сетевой маркетинг это плюс. А сетевой маркетинг это на самом деле сфера будущего, потому что в будущем очень многие предприятия будут переходить на онлайн продажи. Вы же знаете, онлайн сейчас очень актуально в связи с бывшими событиями, которые были во время короны, что очень многим пришлось закрыть. Оффлайн точки пришлось закрыть. И только процветали те предприятия, которые через онлайн все продавали. Либо сетевой маркетинг, он абсолютно, корона его абсолютно не задел. Какие еще плюсы сетевого маркетинга? Плюсы в том, что вы становитесь собственником, вы работаете на себя, но в чем разница от, допустим, классического бизнеса? Если вы открываете свой бизнес, то у вас очень большие затраты и очень большие риски. Многие люди, кто открывает свой бизнес, им в итоге приходится тысячи, а то и десятки тысяч евро вкладывать в бизнес. И это большие риски, потому что может не пойти, вы можете прогореть. То в сетевом маркетинге у вас нет рисков и нет больших вложений. В чем разница еще от классического бизнеса? Это в том, что в классическом бизнесе вам нужно все делать само. Допустим, вы производите товар, вам нужно его произвести, вам нужно сделать все сертификаты, вам нужна площадка для продаж, вам нужны сотрудники, бухгалтерия и так далее. То в данном случае ваша компания, с которой вы сотрудничаете, берет на себя все это. Допустим, ЛР. Они берут на себя практически все. Я нахожу людей, которые хотят приобрести продукт. Они, допустим, онлайн через мой магазин покупают. Все остальное делает ЛР. ЛР высылает продукт. ЛР выставляет счет. ЛР принимает претензии. ЛР всю работу на себя берет ЛР. Ваша задача, так как партнеры компании, только этот продукт рекомендовать. Мы, партнеры компании, рекомендуем продукт и получаем вознаграждение за рекомендации. Вот в чем состоит работа партнера. Потому что разница с собственным бизнесом, конечно, колоссальная. В собственном бизнесе вам нужно делать абсолютно все, все, все самим. Но, с другой стороны, вы не думаете, что те люди, которые работают по системе сетевого маркетинга, что мы, допустим, какие-то там лентяи, не хотим нормально работать или еще что-то. Но на самом деле это абсолютно не так. Потому что любая работа — это работа. и мы, партнеры компаний, для того, чтобы работа действительно шла, надо очень много вкладывать и очень много развиваться. И те люди, которые идут во фриланс, работать на себя, это те люди, которые готовы. Готовы учиться, развиваться. Готовы ждать. Так сказать, да. То есть многие люди думают, что сетевой маркетинг — это так. Какая-то фигня. Туда может прийти любой человек. Не нужно никаких знаний. С одной стороны, да, знаний вам особо не нужно. Но когда вы начинаете заниматься сетевым маркетингом, вам нужно очень много работать, очень много изучать и развивать себя. Понимаете? Этот бизнес функционирует в том случае, если вы учитесь, развиваетесь, растете. То есть это колоссальная работа. Даже если вам кто-то рассказывает, что у человека, допустим, в сетевом маркетинге все легко и просто идет, да, то это не означает, что у человека раньше, когда он только начинал, не было трудностей и не было никаких проблем, да. Поверьте, это такая же работа, как любая другая, где вы должны обучаться, учиться, расти, вырабатывать специальные навыки. потому что это, с одной стороны, это кажется, что вот я сейчас уйду в офис, начну работать на себя и ко мне деньги польются. Нет, дорогие мои, для того, чтобы действительно вырасти, хорошо зарабатывать, надо очень много работать. Поверьте мне, те люди, которые вам говорят, что все легко и просто, да, это те люди, которые год, полгода, кто как, два года усердно, усиленно работали, работали, развивались, учились, понимаете, да? Вот поэтому я об этом рассказываю, потому что многие люди этого не понимают, да? Они не понимают, как это функционирует, да? Что это такое вообще сетевый маркетинг? Поэтому, дорогие, не бойтесь сетевого маркетинга. Дорогие мои, не бойтесь покупать продукты у тех, кто распространяет их по модели сетевого маркетинга. Это всего лишь модель распространения продукции, точно так же, как в магазине, понимаете, да? Мы вам не предлагаем фигню, мы вам как раз-таки предлагаем то, что мы сами пробуем, да? И мы рекомендуем вам это, что, допустим, отличает от магазина, потому что магазин, он просто продает, и никто эту продукцию, те же самые консультанты, они вряд ли эту продукцию пробовали, они вряд ли знают, да, что они вообще продают, а мы, партнеры, мы реально знаем, что мы продаем, какую мы продукцию продаем, да? Не бойтесь идти в сетевой маркетинг, кто, допустим, еще думает, да, или думает, что это какая-то ерунда, фигня, да, я не обещаю вам, что у вас в сетевом маркетинге получится, потому что это работа, это действительно работа, да? Не думайте, что вы пришли, там сразу все, ну, не бывает такого никогда, нигде, но эту просто модель, не нужно бояться ее, это не кидаловая, это не пирамида, реально можно зарабатывать, можно расти, можно развиваться, нужно только вкладывать усилия, да? Сейчас я хочу вам еще рассказать о плюсах, сейчас я вам хочу рассказать о плюсах партнерства, допустим, в нашей компании, да, плюсы какие? Вы, допустим, идете в Росман, да, в какой-нибудь магазин, покупаете там товар, и все, вы не получаете обратно кэшбэк, как у нас можно получить, ну, в лучшем случае вы там можете, ну, попасть на распродажу, да, на скидки, у нас, допустим, постоянно, постоянные скидки, плюс еще дополнительные скидки, да, вы не получаете там в Росмане, допустим, кэшбэк, у нас получаете кэшбэк, да, в партнерстве еще плюс вы можете зарабатывать деньги, да, в отличие от других магазинов, вы, допустим, в том же самом Росмане что-то купили, порекомендовали кому-то другому, человек пошел в Росман и купил, но вы от этого не получили, ничего, а получил в магазине, да, хотя вы порекомендовали это, я считаю это как бы правильно и честно, что если вы кому-то порекомендовали, вы получили какой-то процент, и здесь ничего такого нету постыдного, да, или еще что-то, как некоторые люди думают, что вот за рекомендацией типа стыдно, или неправильно брать деньги, это все ерунда, это все лишь в вас в голове, ваши затыки и блоки в голове, понимаете, это вполне нормально, брать деньги за рекомендацию. А еще какой плюс партнерства, да, у нас есть специальная автопрограмма, и можно, именно для партнеров компании, можно взять машину в лизинг, по очень доступным ценам, действительно, гораздо ниже, чем в обычных, да, местах, ну, лизинговых всяких магазинах, так, где дают машину в лизинг, да, почему это, потому что LR очень большой, крупный, так сказать, партнер некоторых, некоторых компаний, которые производят машины, допустим, Volkswagen у нас, Mercedes, BMW марки, да, вот, и LR большой партнер, а LR очень много машин берет в лизинг, и поэтому для нашей компании, очень хорошие скидки, то есть кому нужна машина, можно стать партнером компании, не нужно никаких, никаких, так сказать, требований, нет, нужно быть только партнером компании, чтобы получить возможность взять машину в лизинг, да, вот подумайте, вот вы пошли, купили в Росмане что-то, вам разве кто-то лизинг предложит по очень вкусным ценам, нет, нет, а у нас можно, в продолжении к автопрограмме, хочу сказать, что у нас, допустим, лизинг, есть такие машины, да, которые можно в лизинг за 100 евро взять, и если вы в LR растете по карьерной лестнице, да, занимаетесь бизнесом, растете, то на первой карьерной лестнице вам уже положен автобонус, 55 евро, и в итоге вы можете за 45 евро, да, взять машину в лизинг и ездить, и у нас еще есть такие случаи, когда люди растут по карьерной лестнице, их автобонус растет, и даже есть такие случаи, когда автобонус покрывает полностью затраты, лизинковые затраты, да, да, плюс еще, что хорошо, у нас вы получаете доступ к своему личному онлайн-магазину, но вы можете сказать, ну онлайн можно сейчас все что угодно, где угодно, допустим, через Амазон получать, да, можете через Амазон покупать, да, но через Амазон вы не получите кэшбэк, да, через Амазон, ну можно, конечно, тоже что-то по скидкам найти, но у нас вы получаете постоянные скидки, да, и через Амазон вы не можете заработать деньги, через Амазон вы не можете из них дешевый лизинг взять, да вот еще хочу немножко поговорить о сетевом маркетинге да что сетевой маркетинг сейчас для фирм действительно это очень выгодно многие фирмы переходят почему потому что это гораздо выгоднее чем иметь оффлайн точку да не нужно помещение снимать не нужно склады снимать не нужно нанимать кучу работников да вот и поэтому я знаю действительно много-много фирм которые переходят на именно на такую модель распространения продукции да и что эта модель она конечно сравнительно новая в отличие от классической классической модели распространения продукции да но она набирает обороты и как я уже рассказала уже видео что это сфера будущего все больше и больше компаний переходит в сферу сетевого бизнеса все больше и больше людей идут в эту сферу подать там потому что эта сфера она дает допустим для партнеров конечно большие плюсы и еще большая большая свобода да и действительно те люди которые идут сетевым маркетинг это смелые люди которые не боятся которые готовы учиться развиваться и действительно работать тут нужно работать а также хотела бы добавить просить в маркетинг что те кто боятся прям сразу погрузиться в сетевой маркетинг да и отказаться от своей основной работы, абсолютно не нужно этого делать. Можно совмещаться со своей основной работой, как делают наши многие партнеры, постепенно расти, развиваться, и многие партнеры потом переходят на, сокращают, допустим, часы работы или совсем уходят. Такие случаи есть тоже, когда люди совсем увольнялись со своей основной работой и уже посвящали себя полностью сетевому маркетингу. Это все происходит со временем. Конечно, поначалу можно это все совмещать. Сетевой маркетинг такое позволяет. И со временем можно перейти на пассивный доход. Когда вы создаете уже свою структуру, свою команду, вы можете перейти на пассивный доход, конечно же, управляя вашей структурой, вашей командой, что тоже немаловажно, чему тоже нужно учиться. Многие у нас совмещают, так сказать, получают пассивный доход, управляют своей командой и еще плюс активно зарабатывают, что тоже возможно. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так.